В Чебоксарах проходит конкурс на лучшее озеленение и благоустройство территорий. Тема юбилей столицы. На работу участников посмотрела наша съемочная группа. Небольшой деревянный мост, канал и, конечно же, фонтан. И все это не в северной столице, а в одном из чебоксарских дворов. Арт-пространство появилось пять лет назад. Все началось с этой скульптуры дворника. Так управляющая компания решила отдать дань уважения профессии. После построили деревянный мостик, поставили памятник слесарю. Среди здесь домов, одни коробки раньше было, что-то должно было появиться. Возвышенное. Вот они и появились. Что-то новое появляется каждый год. Вот этот башмачок с цветами – последнее творение. Все фигуры сотрудники управляющей компании делают сами. Ко дню города планируют смастерить еще композицию с Геной и Чебурашкой. Нисколько не думаю про победу. Самое главное, что она есть. Все, остальное делаю, мне нисколько не волнует. Не остались в стороне и городские предприятия. Клумбы, цветники, баннеры и стенды с исторической справкой. Все выполнено в едином стиле, утвержденном администрацией Чебоксар. В районе более 50 предприятий уже эти стенды изготовили, установили на территориях или в фойе нашей организации. Следующие это входные группы. Сейчас работают персонально каждым предприятием. Горожане уже оценили изменения. Совсем недавно мы увидели вот эти цветочные композиции. Такие красивые. Вот эти маленькие цветочки либели, вот эти бархатцы такие, туи прекрасные. Очень душистые петуни. Очень украсил вот этот уголок нашего района. Это одно действительно из любимейших мест наших жителей. Город преображается на глазах. И в магазины преображаются. Площади, дома, улицы. Это здорово. Здесь очень красиво. Даже напоминает европейский город. Победителей конкурса определяют в семи номинациях. Сделать выбор можно будет на портале «Открытый город». Итоги подведут до 10 августа. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика.